Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Коротко об основных темах выпуска. Строители Фрунзенского моста вышли в город. Работы начались на правом берегу реки Самары со стороны улицы Фрунзе. Всех вылечат. Своя поликлиника появилась у жителей Крутых Ключей. Домой с медалями самарцы показали класс на чемпионате молодые профессионалы WorldSkills Russia. Озеро очистят, дубы спасут, рощу на улице Солнечное начали приводить в порядок. Не можешь научат, самарские спасатели на пляжах учат отдыхающих плавать. Строители Фрунзенского моста вышли в город. В эти дни начались работы на правом берегу реки Самары. Это со стороны улицы Фрунзе. Здесь будут расположены три опоры моста через реку. Также строители приступили к сооружению одного из съездов транспортной развязки. Репортаж со стройки Марины Матвейшиной. Устройство буронабивных свайк – процесс небыстрый и трудоемкий. Строители приступили к возведению опор Фрунзенского моста на правом берегу реки Самары. Здесь будет возведено три опоры – как на берегу, так и в русле реки. Прежде чем начать строительство в воде, рабочие готовят временную площадку для подъезда крупногабаритной техники и возможности строить на дне. Сейчас сооружают шпунтовое ограждение. Это такая замкнутая коробка, откуда потом выкачивается вода, и рабочие могут без водолазных костюмов и в безопасности возводить опору. Когда работы по возведению опоры проведены, конструкция демонтируется. При должном финансировании строители уже в этом году планируют полностью выйти из воды и построить опоры моста через реку Самары. На правом берегу запланирована транспортная развязка с выходом на улицы Фрунзе, Куйбышево, Чапаевской и Крупской. Развязка будет включать в себя 10 съездов. Сейчас строители приступили к возведению съезда номер 9. Он будет проходить вдоль берега реки Самары и выходить на улицы Молодогвардейской и Крупской. На данный момент уже прошло 200 дней со дня старта строительства нашего объекта. Работы идут ударными темпами по всем фронтам. Сейчас мы ожидаем дальнейшего финансирования, чтобы продолжить строить ударными темпами. Мостовой переход в Фрунзенске включает в себя сразу несколько объектов. Железобетонный мост через реку Самары, мост через озеро Банное, транспортные развязки на улицах Шоссейной и Фрунзе. Завершить строительство планируют к концу 2018 года. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков. События. Самарская область стала рекордсменом по темпам строительства жилья. За прошлый год возведено более 2 миллионов квадратных метров. Этот показатель превышает эпоху самой массовой застройки – Тольятти советских времен. Основная фабрика жилплощади – микрорайоны комплексной застройки, где сразу возводят и дома, и социальные объекты. Своя поликлиника появилась и у жителей Крутых Ключей. О событии, которые ждали, репортаж Олега Зверева. Этого момента жители поселка Крутые Ключи ждали, начиная с первого новоселья. А потому на открытии больницы многие пришли как на праздник. Юридически – это филиал городской поликлиники номер 14, рассчитанной на 390 посещений за смену. А если учесть, что большинство жителей с детьми – медицинское учреждение здесь жизненной необходимости. В новой больнице будут работать 60 врачей и более 100 человек среднего медперсонала. На полутора тысячах квадратных метров расположены терапевтическое, диагностическое, педиатрическое отделение и неотложная помощь. Больница, расположенная на первом этаже жилого дома, обошлась областному бюджету в 50 миллионов рублей. Еще 28 миллионов затрачено на оборудование, но это пока не все. На дооснащение планируется еще 28 миллионов. На 28 миллионов рублей закупили сюда специальное оборудование, тоже большие деньги, чтобы оснастить, чтобы вы на месте могли получать первую помощь и диагностику на высоком уровне. И следующий этап, это чуть позже, это уже построить поликлинику. Нам приходится тоже тратить очень много денег с бюджета. Это и на дороги, это и на поликлиники, на школы, на детские садики. Микрорайон «Крутые ключи» продолжает строиться. Уже сегодня в Самарском поселке живут более 50 тысяч человек. Раньше многие ездили в другие больницы, теперь есть своя. Здесь у нас представлены практически все специалисты, которые необходимы для амбулаторно-поликлинического звена. И я уверен, что в ближайшее время мы сможем 95% видов медицинской помощи оказывать здесь населению микрорайона. Еще один стратегически важный объект – новая школа. Это одно из первых учреждений образования в стране, которое вошло в государственную программу строительства и модернизации школ. До 2025 года правительство России выделит на это 3 триллиона рублей. Одних только первоклассников в школу записалось 20 классов. 1 сентября будет первый звонок. Олег Зверев, Артем Сулайманов. События. Размер взноса на капитальный ремонт в Самарской области в 2017 году не изменится. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Сергей Крайнев на заседании в областном правительстве. Напомню, с 1 июля 2016 года размер взноса составляет почти 5,5 рублей за квадратный метр в домах до пяти этажей и чуть более 6 рублей за квадратный метр в более высоких домах. Еще одной темой заседания регионального кабинета министров стало строительство агропарков – мест, где продукты будут обрабатывать и хранить. Агропарк будет поставлять овощи местных производителей на прилавки магазинов. По мнению областных властей, такие меры помогут фермерам активнее развиваться и наладить сбыт продукции. Планируется, что первый агропарк появится неподалеку от нового стадиона. Инвестор уже есть. Остается подготовить всю необходимую разрешительную документацию. На заседании областного правительства первый вице-губернатор Александр Нефедов поручил ускорить работу. Я прошу продумать, пока время додумы есть, весь пакет документов, которые нужно принять, если надо пообсуждать на рабочих совещаниях, давайте их проведем. Участник Великой Отечественной войны – создатель Самарского телевидения. Почетный гражданин города отмечает юбилей. Николаю Фоменко исполнилось 90 лет. Он стал первым телезрителем области и под его руководством телевизионный сигнал пришел в каждый дом. Николая Пантелеевича поздравил президента России Владимир Путин, отметив его заслуги перед государством. Телекомпания «Самар и ГИС» также поздравляет юбиляра с пожеланиями здоровья и благополучия. В гостях у именинника побывал Олег Зверев. В квартире Николая Пантелеевича Фоменко телефон не смолкает с утра. Поздравляют родственники, друзья, коллеги, руководители городов и районов. Сам юбиляр признается, к вечеру немного устал. Все-таки 90 лет. От имени областного правительства почетного гражданина Самары поздравила замминистра образования Надежда Колесникова. Она же вручила конверт с самым титулованным текстом от президента России. Ваш жизненный путь, любовь к родине, сопричастность к ее судьбе является достойным примером для молодежи, для всех нас. Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа и всего наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Путин. О своей жизни Николай Пантелеевич Фоменко рассказывает, вспоминая только по-доброму, даже самые трудные годы. Участник Великой Отечественной войны. Создатель Самарского, тогда Кубышевского телевидения. Почетный гражданин города. Родился в Воронежской области. Окончил восьмилетку, затем война. 17-летним парнем он записался в Добровольце. Воевал на Дальнем Востоке. В боях под Харбином получил тяжелое ранение. После войны учился в вечерней школе, а затем в Одесском электротехническом институте связи. По его окончании в жизни Николая Пантелеевича начинается Самарский период. В 1957 году совершилось событие, о котором позже он написал книгу. Чудо 20 века. Был принят первый телевизионный сигнал. Начинается эпоха телевидения. Я занимался только развитием телевидения. Я строил передатчики Тольятти, Сельдьевский, большие высоте связи. Мачта 250 метров. И построил вот к концу своей деятельности там. Вот и покрыл, по сути, область телевидения. Телевизионных чудес в его жизни было немало. Одним из первых в стране Николай Фоменко решил организовать независимую телекомпанию «СКАД», президентом которой был 16 лет. Все сотрудники всегда вспоминают не только стиль его руководства, но и яблоки, выращенные на даче Фоменко, которые он привозил на угощение всем. Сейчас у меня груш много. Я в прошлом году кого-то только не обеспечивал. Вот. И наш департамент грушами, и соседей, и друзей, и журналистам привозил. К концу девать, я говорю, это жалко. Яблоки раньше было. Сок делал, вино делал. Здесь специалист хороший по вино. Итогом большого пути стала автобиографическая книга «Былое. От тихой сосны до берега Волги». Откровенно о жизни и работе книга издана небольшим тиражом. В основном для близких людей. Впрочем, и в 90 лет Николай Пантелеевич полон творческих планов и собирается издать историю связи с Самарской области. Олег Зверев, Алексей Золотенков. События. 8 июня в России отмечают День социального работника. Празднику уже 16 лет, но повышенное внимание к работникам соцзащиты появилось только в последнее время. В Самаре на Большом торжественном собрании наградили лучших социальных работников со всего региона. Доброта, сердечность, уважение. Главная в профессии соцработника, уверена Татьяна Кенберг. Уже 23 года она главная помощница для пожилых людей в Кенельском районе. Покупает продукты и лекарства, помогает по хозяйству. К подопечным относится как к родным. Мы каждый день бываем и ходим каждый день к ним. К нашим бабушкам, дедушкам. Они ждут нас с нетерпением. Вот сейчас я, как говорится, приехала на праздник, они у меня там одни. Хотя я утром уже успела их обижать. Каждый день наградой для Татьяны становится улыбка подопечных. А в праздник, в отчетный знак, заслуженный работник социальной защиты населения Самарской области вручает губернатор. Больше миллиона жителей Самарского региона получают те или иные меры соцподдержки. В регионе существует 125 видов социальных выплат. На соцзащиту из бюджета области выделяют почти 19 миллиардов рублей. Это самая большая сумма среди регионов ПФО. Но ведущую роль играет не только материальная составляющая, но и человеческий фактор. Этот день особый, работа ваша особая, требующая самой широкой души, может быть, самого-самого пристального внимания к человеку. Какое отношение к этим людям, пожилым, людям с ограниченными возможностями. И этим во многом определяется и уровень общей культуры. Труд с такой серьезной душевной отдачей в регионе тоже ценят высоко. Постепенно увеличиваются зарплаты социальных работников. Через два года должны достигнуть уровня среднего заработка по региону. Кроме того, Самарская область претендует на участие в пилотном проекте, который подразумевает реализацию новой модели социального обслуживания. На это будет предусмотрена дополнительная поддержка из федерального бюджета. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События. Я бы в повары пошел, пусть меня научат. Завершился финал национального чемпионата молодые профессионалы – WorldSkills Russia. Как и в прошлые годы, Самара показала себя с лучшей стороны. Несколько человек вернулись с медалями. Лучший повар, промышленный дизайнер и управляющий беспилотниками живут рядом с нами. С победителями встретилась Марианна Мирная. Золотая медаль за поварское дело. Чемпионат WorldSkills Russia называют Олимпиадой рабочих рук. Лучшим молодым поваром национального чемпионата был признан самарец Иван Оленин. Победа далась нелегко, признается Иван. Не было соковыжималки, вот на самом деле. Приходилось брать, выходить с положения, это же свекла, пробивать то ли блендером, через ситочку вот этот каждый сок для соуса. А нужен был соус очень глянцевый, очень такой стильный, красивый. И вот приходилось здесь вот так выкручиваться. WorldSkills Russia – это соревнование молодых профессионалов среди рабочих профессий. Повара, конструкторы и дизайнеры. Впервые за историю чемпионата появилась компетенция «Промышленный дизайн», который в России развит разве что в Москве и Петербурге. Но почетное второе место досталось жительнице Самары. Мы должны были продумать идею 3D-принтера, как он будет выглядеть, что будет входить в него, цветовые решения, материалы и прочее. Среди 10 тысяч конкурсантов из 74 регионов России в общей сложности четверо самарцев стали обладателями медалей разного достоинства. Все ребята обещали набраться опыта в Европе и вернуться в родной город, чтобы применять свои знания на благо Самары. К празднику готовы! В Самаре стартовала всероссийская акция, посвященная торжествам, которые пройдут 12 июня. Волонтеры в центре города раздавали жителям белые-синей-красные ленточки и информационные листовки, а также предлагали поучаствовать в фотоконкурсе. К жителям присоединилась и Алина Чемерес. Ленточки цветов государственного флага, листовки с текстом гимна страны. Ко дню России в Самаре хорошо подготовились. Праздничную символику горожанам на улице раздают волонтеры. Тем, кто еще не знает, где и когда состоятся торжества, активисты Самарского дома молодежи с удовольствием рассказывают о программе праздника. Наши волонтеры, в принципе, многие из них сами захотели здесь участвовать, потому что дарить людям праздник они любят, на самом деле. Они делают очень много у нас всего, и такие вещи, как коммуникация с людьми, им очень нравятся. И такие вещи, мне кажется, лично мое мнение, очень нужны, чтобы поднять какой-то дух патриотизма. День России отмечают 12 июня. В этот день, 24 года назад, была принята декларация о государственном суверенитете. Накануне торжеств по всей стране стартует акция «Мы, граждане России». Ленточки, окрашенные в триколор, люди берут с удовольствием. Многие намерены надеть их на праздник. «Россия для нас, я считаю, это наша родина, наша отчизна. Это дом, в котором мы живем. Это мирное небо над головой, яркое солнце. Я считаю, что для нас, как мать-отец в нашей жизни». В этом году любой житель страны может стать участником Всероссийской интернет-акции. Для этого нужно разглядеть в родных местах то, что может считаться символами страны. Старинные здания, пейзажи, портреты. Главное не просто сделать снимок, но и уметь объяснить, что в нем ценного. «Самая длинная река Европы, одна из главных водных артерий страны. Является ли Волга символом России? Мне кажется, что да. По условиям конкурса все самые красивые места и достопримечательности страны нужно сфотографировать и отправить в соцсети. С хэштегом «Моя Россия». Спасенную от застройки дубовую рощу на улице Солнечной начали приводить в порядок. Этого добились активные жители вместе с депутатами Совета промышленного района. Бесхозные когда-то территории нашли хозяина. Теперь там спиливают аварийные деревья и спасают от заболачивания местное озеро. О преображении дубовой рощи репортаж Валерии Макаровой. Островок природы прямо в центре Самары. Эту дубовую рощу жители вместе со своими депутатами и общественными советами отстаивали до последнего. Здесь были проекты постройки и жилых домов, и торгового комплекса. Но, наконец, в прошлом году земле присвоили статус Р4 – особо охраняемая зона. И теперь, когда роща не грозит застройкам, можно подумать и об ее обустройстве. В судьбе дубовой рощи продолжают участвовать депутаты городской думы Вячеслав Звягинцев и Совета промышленного района Константин Радкевич. Вместе с жителями им удалось решить одну из главных проблем – содержание участка. Раньше эта территория не была закреплена ни за одной организацией. Роща постепенно приходила в запустение. Здесь около пяти тысяч деревьев, в том числе и реликтовые дубы. Теперь наша роща относится еще и к зеленхозу. Что как бы они ее теперь чистят, отпиливают, вывозят мусор. И роща у нас, конечно, опять обновилась. В очереди на спил стояли около 120 аварийных деревьев. Когда приступили к работам, специалисты зеленхоза обнаружили в роще клещей. Тогда для безопасности жителей было решено обработать территорию. Такого в роще здесь никогда раньше не было. Но с учетом того, что здесь постоянно дети, дети ходят в школу 139-ю, дети ходят в детский садик, просто здесь гуляет мама с колясками и так дальше, конечно, это представляет собой опасность. В порядок привели и местное озеро. Раньше его загрязняли дождевые воды. Далее их от вода вырыли специальную канаву. Теперь вода в озере стала чище. Это заметили все жители. У них дубовая роща – любимое место отдыха. Через нее каждый день проходят сотни людей. В планах провести здесь дополнительное освещение вдоль тропинки. А уже сейчас по ней проходит маршрут народных дружинников. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События. А теперь коротко о других темах дня. Светлана Пиунова объявлена в федеральный розыск. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении ее и неустановленных лиц из числа сотрудников Академии развития. Их подозревают в совершении крупного мошенничества. Сотрудники полиции еще в мае провели обыск в доме Пиуновой. Изъяли документы, а также задержали помощников Пиуновой, которые во время обыска пытались сжечь бумаги. По сведениям Минюста, некоторые материалы партии воли признаны экстремистками. Сама Пиунова скрылась. Сегодня в Самарском райсуде Самарой гособвинение запросило для Дмитрия Бегуна 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей. Для Олега Иванца и Натальи Мироновой по 8 лет строгого режима и штрафы в 300 тысяч рублей. Напомним, троих блогеров обвиняют в вымогательстве 3 миллионов рублей у директора ООО «Современные медицинские технологии» Сергея Шатила. В Самаре станцию метро «Лабинская» достроят в следующем году. Самарская область из федерального бюджета получит 1 миллиард рублей на те работы, которые необходимо завершить. Речь идет об обустройстве правого перегонного тоннеля между улицами Осипенко и Первомайской. Также в планах открыть закрытый участок улицы Новосадовой и построить еще одну очередь набережной. В памяти о режиссере Эльдаре Рязанове в Самаре на 120-м доме по улице Фрунзе появится мемориальная доска в виде телевизора. Именно в этом здании он жил с семьей. Есть предложение установить также памятник режиссеру на той же улице и открыть музей кино. Дова режиссера готова передать личные вещи мужа. Напомним, Эльдар Рязанов скончался в ночь на 30 ноября на 89-м году жизни. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность. FIFA объявила цены на билеты премиум-класса на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Чтобы забронировать вип-места на стадионе Самара-Арена, болельщикам придется выложить не менее 5200 долларов. В такую сумму обойдутся билеты категории «Клуб». Стоимость билета в более высокой категории достигает 16 тысяч долларов. Стоимость вип-пакетов на матчи Мундиале в Самаре будут варьироваться от 270 до 450 тысяч долларов. В стоимость вип-посещения войдут фуршет, эксклюзивные сувениры, льготная парковка и отдельная приветственная зона. Для россиян установят специальные цены, о них объявят позже. Научись плавать. В России стартовала одноименная акция от МЧС. Самарские спасатели не пошли с лекциями в школы, а впервые вышли на Самарский пляж. Рассказать и показать отдыхающим, как нужно безопасно для жизни и здоровья проводить время на реке. А если беда случилась, то как до прибытия спасателей и медиков спасти утопающего? Тему продолжит Сергей Кизоркин. Спасательный круг и жилет, веревка и манекен Гоша. А со своего дела не только рассказали отдыхающим на Самарском пляже, как нужно правильно пользоваться средствами спасения, но и каждый желающий смог применить их на деле. Главное правило спасения – не навреди. Если вы с высоты прыгаете, чтобы у вас жилет был зафиксирован. Если вы прыгаете с высоты, он просто-напросто может повредить шею, либо челюсть. Поэтому, когда прыгаете с высоты, надо руки держать вот таким образом. И прыгать с высоты. В жилете можешь прыгать максимум с трех метров. Если удалось вытащить пострадавшего на берег, нужно привести его в чувство. Реанимация человеческого манекена далась особенно сложно. Сто движений в минуту. Такой темп спасения выдержал не каждый взрослый. Зато с кругом справился даже ребенок. Даниил Щукин уверен – прийти на помощь утопающему должен уметь каждый самарец. Сначала надо будет бросить либо круг, либо веревку, и потом вытащить его, помогать человеку выжить. А чтобы не оказаться в чрезвычайной ситуации, спасатели лишний раз напомнили правила поведения на реке и раздали специальные памятки. Для детей это в первую очередь не купаться вне присутствия взрослых. То есть обязательно должен кто-то смотреть, даже если ребенок умеет плавать. Для взрослых это состояние алкогольного объединения не допускается купания, потому что можно не только утонуть, но и перепады давления. Иногда людям становится плохо сердцем. Спасатели проводят профилактику несчастных случаев не только на Волге, но еще и в лагерях, школьных и оздоровительных, а также в подростковых клубах. А на пляж они пообещали еще вернуться. Всероссийская акция «Научись плавать» продлится до конца купального сезона. Сергей Кизоркин, Алексей Золотенков. События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Спонсор программы «Капли Акуметил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акуметил. Здоровье и сияние ваших глаз. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». В Самаре готовы построить к чемпионату мира по футболу два тренировочных поля из трех планируемых. Самарчанка с первой попытки завоевала бронзу на чемпионате Европы по современному пятиборью. Дарья Вдовина. Лучшая в квалификации. Третья в финале всероссийских соревнований. Дарья Вдовина удачно выступила в личных всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия на призы президента Стрелкового Союза России. Ей не было равных в квалификации. С 10 метров она выбила на мишени 418 очков. В финале оказались точнее Анастасия Галашина из Ярославля и Юлия Каримова из Удмуртии. Алена Попова удачно дебютировала на чемпионате Европы по современному пятиборью. В Джанкове, Польше, самарская юниорка завоевала бронзовую медаль в эстафете. Ей помогла это сделать питерская спортсменка Дарья Грибова. Конкуры плавания они выиграли. В фехтовании стали только седьмыми. Все решил комбайн. Бег и стрельба Алену Попову подвел огневой рубеж. В итоге третье место. Второе у сборной Белоруссии. Чемпионы Европы. Команда Венгрии. 183 миллиона рублей потратит в Самаре на строительство двух тренировочных футбольных полей для чемпионата мира 2018 года. Хотя по регламенту FIFA требуется три. На две площадки строители уже нашли. Металлург приведут в порядок за 45 миллионов рублей. А вот новое поле на улице Дальней, недалеко от Самара-арены, возведут почти за 138 миллионов. Но за эти деньги появится натуральный газон высокого качества, пресс-центр для журналистов, раздевалки и трибуны на 500 человек. После чемпионата мира эти поля будут использовать профессиональные клубы, спортивные школы и любительские команды. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова